ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня в программе. Я смеюсь. Мёрзну. А по картинке-то у нас лето. А так-то минус два. И зову уху. Оха! Я смеюсь! На первый взгляд, профессия лётчика наполнена романтикой полёта и мечтой человека о небе. Но на деле это сложнейшая работа, связанная с огромным риском. Она требует от пилота крепкого здоровья, а также множества знаний и навыков. А для того, чтобы поднять самолёт в небо, необходим труд тысяч людей на Земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На вооружении фронтовой и истребительной авиации ВВС России стоит около 10 различных типов самолётов и более 30 их модификаций. Все они различаются по своим характеристикам, поэтому и подготовка лётчиков должна быть разной. Но теперь для этого нужен всего лишь один самолёт. Як-130. Это учебно-боевая машина, способная имитировать различные режимы полёта, характерные для самолётов 4-го и 5-го поколений, как существующих, так и перспективных. Як-130 может выполнять боевую работу с применением управляемого и неуправляемого вооружения, как по наземным, так и по воздушным целям. Лётчики относятся к самолёту как к живому организму, поэтому прежде чем совершить полёт, с ним необходимо подружиться. И поможет мне в этом один из тех людей, кто научил этот самолёт летать. Старший лётчик-испытатель УКБ имени Яковлева, герой России, Олег Кононенко. Олег, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Олег, ну расскажите, пожалуйста, на что способен этот малыш? Это первый самолёт в постсоветском пространстве, который был создан у нас в России. Нужно было его создать так, чтобы он летал быстро и медленно, низко и высоко. То есть объять необъятный практически? Практически, да. Но мы отказались от сверхзвукового полёта, поэтому до сверхзвукового полёта он обеспечит полёт на всех скоростях, по сути дела. Для того, чтобы он летал быстро, он имеет, естественно, обтекаемую форму. Для того, чтобы он летал на больших углах атаки, и медленно у него созданы носки, отклоняющиеся на большой угол. Это позволяет на очень маленьких скоростях выполнять полёт. Для надёжности было установлено два двигателя, которые позволяют нам летать, не задумываясь. То есть самолёт может лететь на одном двигателе? Естественно, естественно. Самолёт летит на одном двигателе, только и повышенные обороты режима второго двигателя. Здесь представлена пушка ГШ-23, двухствольная. Авиационная пушка ГШ-23. Калибр 23 мм. Скорострельность 4000 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы 2 км. Представлены бомбы. В данном случае это пятисотки. Ну, есть также 250-ки, сотки, ну, и 50-ки. Это учебные бомбы. Представлена также неуправляемая ракета С-13. Воздух-поверхность. Воздух-поверхность. Совершенно верно. Неуправляемая ракета С-13 способна поражать как наземные, так и воздушные цели. Благодаря мощной боевой части способна уничтожать объекты, находящиеся под землёй на глубине до 3 метров. Далее идут ракеты Р-73. Это воздух-воздух. Управляемые уже ракеты. Действительно, управляемые ракеты. Воздух-воздух. Самолёт-самолёт. Управляемая ракета Р-73 способна поражать самолёты противника в радиусе до 40 километров даже при интенсивном маневрировании самолёта с большими перегрузками. А вот это, насколько я понимаю, это дополнительные топливные баки? Да, это дополнительный топливный бак, позволяющий увеличить дальность полёта при выполнении боевых задач с каким-то вооружением. При наличии дополнительных топливных баков Як-130 может совершать полёт со скоростью 700 километров в час на протяжении трёх часов. Таким образом, без всякой дозаправки, самолёт способен преодолеть расстояние более двух тысяч километров. Вот у нас есть оперативная стремяночка, по которой вы потренируетесь и заберётесь в кабину. Прошу. Правая, левая, правая. Правая, левая, правая. Левая, левая. Первая. Три МФЦИ, которые могут, в общем-то, воплощаться во все системы. Система электронной индикации самолёта построена на трёх жидкокристаллических многофункциональных цифровых индикаторах, или МФЦИ. На эти дисплеи можно вывести пилотажный или навигационный кадр, а также информацию о состоянии всех систем самолёта. При этом пилот сам выбирает, что именно и на каком экране увидеть. И даже если все МФЦИ выйдут из строя, что маловероятно, в распоряжении лётчика есть ИЛС, индикатор на лобовом стекле. Информации с него достаточно, чтобы вернуться на аэродром и совершить посадку. Прицел соответствующий, да? Оборудование, систему управления, управление двигателями. В принципе, в общем-то, всё. То есть кабина не загружена, поэтому легко доступна даже для начинающих лётчиков. Самое главное, что это отечественные разработки, отечественное производство. И это радует, собственно говоря. Наша страна настолько велика, что место, куда мы отправились, называют серединой земли. И находится оно рядом с самым большим озером в мире. В этом городе жил мой дед. А ещё здесь делают 130-е яки. Самолёт состоит из огромного количества деталей и является результатом интеллектуальной деятельности тысяч людей по всей стране. И сейчас мы находимся в городе Иркутске, на самом современном авиационном производстве России. В месте, где инженерная мысль и мечта о небе воплощаются в жизни. Основа всего самолёта – планер. Он состоит из фюзеляжа и несущих поверхностей. В Як-130 применена схема классического моноплана со среднерасположенным трапециевидным крылом. Изготовлен он из высокопрочных алюминия-магниево-литиевых сплавов, без применения силовых элементов из композитных материалов, которые значительно уступают по прочности. Основное оборудование, двигатели и вся электроника располагаются внутри фюзеляжа самолёта. Он состоит из трёх частей – хвоста, центроплана и носовой части. На заводском сленге – окорочок. Дальше к нему крепят крылья, устанавливают киль и стабилизатор. После этого планер готов и может отправляться в цех окончательной сборки. В этом цеху ставят фонарь, вкатывают двигатели и крепят шасси. Специалисты монтируют топливную систему и бортовое радиоэлектронное оборудование. Здесь устанавливается вспомогательная силовая установка, которая обеспечивает электроснабжение оборудования и запуск двигателей без дополнительного источника энергии на земле. Более того, на этом самолёте есть кислорододобывающая станция, которая также повышает его автономность. После того, как самолёт потянет цех окончательной сборки, ему необходимо пройти цикл предполётных испытаний. Там проверят работоспособность двигателя и герметичность топливной системы, установят катапультные кресла и наклеят пирошнур на стекло фонаря. И только после этого самолёт сможет впервые подняться в небо. Все предполётные испытания проводят специалисты лётно-испытательного подразделения. Именно они настраивают и проверяют все системы на максимальных режимах. Но в первую очередь здесь устанавливают систему экстренного покидания самолёта. Многие люди боятся летать на самолётах. Их опасения можно понять, ведь в случае непредвиденной ситуации им не на кого будет надеяться. Другое дело боевая авиация. В кабине самолёта Як-130 устанавливается катапультное кресло К-36, которое гарантирует пилоту жизнь. Катапульта К-36. Это кресло обеспечивает спасение экипажа в широком диапазоне скоростей и высот. Оснащено реактивными двигателями, а также двигателями коррекции по крену, которые разводят лётчиков при двойном катапультировании. Позволяет покидать кабину, даже если самолёт летит в перевёрнутом положении. Теперь, когда наш самолёт полностью оборудован, необходимо произвести юстировочные стрельбы из пушки ГШ-23. Делается это для того, чтобы пристрелять саму пушку, а также узнать, как справится оборудование, установленное на самолёт, с вибрациями, которые возникают при стрельбе. Итак, я нахожусь на месте второго пилота, и сейчас мы будем стрелять по мишени, которая из себя представляет фанерный лист, за которым находится целая куча брёвен. Огонь! Первая пуля ложится точно в круг, но после первого же выстрела пушка начинает усаживаться, и видно, что это сказывается на точности попадания. Для первой стрельбы это нормально. Главное, чтобы центр между крайними точками попадания находился в пределах закрашенного круга. Хо-хо-хо-хо-хо! 20 выстрелов вылетают с сумасшедшей скоростью, буквально полсекунды, и они все оказались среди брёвен. При съёмках этой стрельбы наше оборудование не пострадало. После отстрела полного боекомплекта необходимо проверить, как с вибрацией справилась электроника. Специалисты подключают самолёт к системе обеспечения и контроля, проверяют функциональность и устраняют возможные ошибки. На последнем этапе предполётных испытаний специалисты тестируют работоспособность двигателя и всех систем самолёта. Як-130 настолько уникален, что оператору необходимо только запустить этот процесс. Всю остальную проверку самолёт сделает сам. Запускай! Одним из достоинств Як-130 являются его двухконтурные турбореактивные двигатели. Несмотря на высокие показатели по взлётной тяге, 2500 килограмм силы каждой, они весьма экономичны, что позволяет увеличить число тренировочных полётов. Всего лишь пара секунд и несколько сотен метров отделяют этот самолёт от точки отрыва с землёй. Первый полёт – это всегда самый тревожный и ответственный момент. И этот день можно назвать днём рождения самолёта! Днём рождения самолёт после проведения всех испытаний на земле и в небе самолёт покрасят И нанесут опознавательные знаки ВВС России Теперь он готов И может отправляться в учебные подразделения Где с его помощью И с курсантов сделают летчиков Сейчас будем запускать двигатели Граунд старт Двигатели работают отлично Остается несколько секунд И мы отправляемся в небо Я на месте Пилота Супер современного боевого самолета Причем в первой кабине Причем на месте На котором обычно сидят летчики Рулежка самолетом осуществляется благодаря двум педалям Которые находятся под ногами Вот едем прямо Можно чуть-чуть повернуть влево Можно чуть-чуть повернуть вправо Практически как на детском игручном автомобиле Все, выходим на взлетную полосу Перед нами в небо поднимался еще один Як-130 На его борту находился зам генерального директора ОКБ Яковлева Полетным испытанием В прошлом шеф-пилот Герой России Роман Тоскаев А также ведущий летчик-испытатель Андрей Воропаев Вот это ускорение Никакая силами Никакого лопаржения Просто с этим не сравниться До точки отрыва Самолет пробегает по взлетной полосе Около 500 метров за 15 секунд Набирая при этом скорость В 240 километров в час Взлет! Красота! Стремительный взлет А в небе уже не ощущаешь того Что такая фантастическая скорость Мы плавно парим Над подмосковным Жуковским Отлично! 927, наблюдаем Пристраиваю слева Уточни скорость 300, 80 На высоте в 1000 метров Мы встретились со вторым самолетом У летчиков была намечена Испытательная работа в небе Но они любезно согласились Поучаствовать с нами В групповом пилотаже А Роман Таскаев на время Даже стал нашим оператором Право наблюдаешь Да, отлично Идем очень близко друг к другу Это ювелирная работа Вот что значит Когда самолетом управляют Герои России После этого мы ушли в роспуск Ухо! Вот это классно! Ну вот и все Мы закончили Групповой пилотаж Мы поднялись Над облаками Высота уже 2 километра А здесь как всегда Ясная погода Чистое небо Так, Дмитрий Да Сейчас берете управление Дима, влево-вправо Давай бочечку может быть сделаешь В набор не иди пока Хорошо? Все, можно Давай, крути Друзья, отработайте третий канал Охо! Я сделал бочку С толщинами руками, друзья Бочка Одна из самых простых фигур пилотажа Представляет полный оборот самолета Вокруг своей продольной оси С сохранением общего направления полета Самолет буквально ввинчивается в пространство Охо! Хорошо Ну, я наружу, дорогой Олег, Олег, как у меня получается? Хорошо, теперь вправо, давай Право, вправо Самолет Як-130 предназначен для обучения Поэтому в нем реализована многофункциональная система безопасности Одна из таких функций Автоматическое приведение самолета в горизонт Приведение горизонта будем Вот как будто мы Сейчас наберем чуть высоту Как будто мы потерялись Все, мы потерялись Приведение включаем То есть в данном случае автоматика все сделала за нас Да Теперь то же самое уже с пикированием давай Вот непонятное положение Включил приведение Для того, чтобы наглядно показать, насколько этот самолет безопасен Мы отправились на высоту в 9,5 тысяч метров Чтобы свалиться оттуда в штопор Адреналина у меня в крови значительно прибавилась Вот там дальше 40 килограмм Speed limit Он на упоре, пошли влево Стремительная вода Штопор Виток Еще виток, выложу Вот автомат, видишь, включил А все нормально Оп И выводим В ручном режиме дальше Это самый безопасный самолет на свете, друзья Это совершенно однозначно Два витка в штопоре И мы выходим ровно в горизонт Не делай при этом абсолютно ничего Один вражаем на рейд Так, у нас теперь с тобой фигура пилотажа Если ты помнишь Значит, первое делаем Переворот Плавненько переворачиваешь на 180 И полхода на себя Давай, поехали Давай, еще чуть побыстрее может быть Вот так Чуть еще побыльше Вот так, хорошо Ухо Не-не-не-не-не Давай до конца До синенькой Вот Вот теперь нормально Отлично Теперь петля у нас с тобой Пошли вправо Разворачиваемся На этой высоте Покруче Вот так, давай Попробуй горизонт выдержать Перегрузка пятерка Не очень тяжело Нет, нормально Ну и все здорово Впервые вечное телевидение Ведущая программа Полигон Самостоятельно Исполняет фигуру высшего пилотажа Друзья Это фантастика Такое можно увидеть Только на канале Россия 2 Готов? Поехали Петля Нестерова Петля Нестерова Своё первое название Мёртвая петля Получила за то, что Долгое время Не могла быть выполнена Пока в 1913 году Русский лётчик Пётр Нестеров Не выполнил эту фигуру Положив тем самым Начало Высшему пилотажу Теперь я понимаю Почему лётчики Так любят небо Это невозможно не любить Ради этого стоит Идти в лётное училище Учиться И идти в авиацию Это фантастика Но безопасность И высокие лётные характеристики Это далеко не всё На что способен Як-130 Благодаря системе Дистанционного репрограммирования Этот малыш способен Имитировать Различные типы самолётов От лёгких штурмовиков До тяжёлых бомбардировщиков Вот смотри Сейчас я включил тебе Тяжёлый самолёт Ага Попробуй по крену Он стал тяжелее Как Су-24 Видишь он так это Ага и влево Продолжай разворот Только пожалуйста Да, да Намного Снизилась Отзывчивость ручки Это главная особенность Самолёта Як-130 Что на нём Можно обучать Пилотов На различные типы Самолётов В данном случае Наша система Репрограммирования Заложила алгоритм Как будто Мы управляем самолётом Су-24 Конечно же Сразу чувствуется Что самолёт Стал менее управляемый Более тяжёлый Ага На курс 120 Пожалуйста Не уважни Всё Молодец Ты уже Сам пилотируешь Я только тебе подскажу В какую сторону Выполнять Всё это делаем Но перегрузки 5G И фигуры высшего пилотажа Сделали своё дело Мой вестибулярный аппарат Возмутила постоянно Смена горизонта И он попросил передышку Олег Олегович Точнее я попросил Слухаю Может быть Минутную паузу Что-то меня Всё понял Есть момент такой Всё в горизонт Всё Могу сказать одно Друзья Что для того Чтобы стать профессиональным Лётчиком Нужно иметь Недюжные физические данные Очень долго готовиться Ну и конечно же Иметь фантастическое желание Чтобы со всеми трудностями Справляться Кроме обучения пилотированию На самолёте Як-130 Есть режим боевой тренировки Который делает этот самолёт Незаменимым при обучении Боевой работе Вся тренировка Происходит в реальном полёте Но вот цели и боеприпасы Виртуальны Всё, пошла После запуска режима Боевой тренировки На экране ИЛС Появляется синтетическая цель С заданными характеристиками полёта Не уйдёшь Лётчик выбирает оружие В моём случае Это была пушка ГШ-23 Да, вот видишь Она подходит уже И дальше ему необходимо Преследовать цель А после захвата Нажать гашет Можно готовиться к стрельбе Давай О, проскочили Ладно Ну ты понял, Димочка Всё Да, я понял Результаты стрельбы Фиксируются системой Объективного контроля Что позволяет Проанализировать тренировку И сделать её Максимально эффективной Но самое главное Это то, что всё происходит Без использования реальных Зачастую Очень дорогих боеприпасов Один объект обнаружили О, понял Дельтапланеристы где-то летают Мешают Дальше выполняем пикирование В системе безопасности самолёта Можно установить минимальную высоту Даже если По какой-то причине Лётчик забудется И начнёт бесконтрольное пикирование То система не даст ему Преодолеть этот барьер Страшно, страшно, да? Страшно, да? А он раз и вывел Пит лынет А потом крыльями побахаем Время полёта ограничено топливом в баках Поэтому мы стали заходить на проход с уходом Это тренировочный манёвр захода на посадку При котором самолёт проходит над взлётной полосой На небольшой высоте Но не приземляется А просто лететь по прямой Нам показалось скучно Всё получается, Дим, молодец На тренажёре чуть-чуть потренироваться И вообще можно тебя вперёд Самостоятельно выпускать Колёса выпущены у нас Всё хорошо Тренировочный полёт был бы неполноценным Если бы я не попробовал самостоятельно зайти на посадку Все действия были выполнены Как и при реальном приземлении Выпущены шасси Закрылки, открыт щиток Не было одного Касание земли Летим на трёх метрах Летим, поднимаемся, пошли На этом моя тренировка была закончена Олег Олегович взял управление в свои руки И уверенно посадил самолёт Один час в небе и на земле Это разные вещи На борту Як-130 Будущие лётчики смогут не только отрабатывать приёмы пилотирования Но и учиться выполнению боевой работы В учебном классе такие навыки получить невозможно Этому можно научиться Только в небе Субтитры создавал DimaTorzok